Решила показать на бумаге, будет хорошо видно, близко, четко. Единственное, что мне трудно, тут не настоящие 110 сантиметров, да? Тут масштаб изменяется, и я как бы примерно их буду тут выкладывать. Складываем, и тут получается сгиб у нас. Мы сейчас вот здесь будем рисовать переднюю полочку платья. Значит, это мой метод раскроя, это, в общем-то, основа. Если ее раз понять, то есть раз и навсегда поняли ее, эту основу, можете рисовать без выкрики, свои мерки выложить на ткани. Все, вы себе раскроете любое изделие. Там дорисуете уже с опытом, там подкроете, дорисуете любые дизайны, любые фокусы будете уже проворачивать. Главное, один раз эту основу понять, и не будет у вас проблем потом с дальнейшим развитием в раскрое. С чего мы начинаем? Попробую схематично просто выложить мерки на ткани. Допустим, это ткань, это сгиб у нас, да? Давайте напишу сгиб, а там у нас будут кромки. Там на спинку пойдет. Если у нас на спинке шов. Выкладываем от верхней точки, мы выкладываем длину изделия. Например, она у нас будет вот такой длины. Если молочком пометочку сделала, например, там 110 см платье у меня будет. Здесь мы выкладываем точку, самую верхнюю точку плеча. Это у нас будет горловина. И мы откладываем для нее 8 см примерно. Начальная цифра 8 см. Если 7 см сделать, ну это уже прям ближе к детской горловине, да? Это уже будет маловатое. На взрослого человека обычно 8 см, а дальше уже сжигаете себе 9-10 см. Вырезаете там, смотря, насколько вам надо большую горловину, да? У нас образуется вот эта вот верхняя точка. От нее все мерки откладываются. Верхняя точка плеча. На передней полочке плечо опускаем 1-2 см ниже. И выкладываем здесь где-то 10-11 см. Если будет 12 см плечо, ну это уже, скорее всего, будет верхняя одежда. Куртка, пальто, там уже будет, может быть, и 12 см. А так обычно 10-11 см отложили. Вот плечо. У всех разные мерки. Померьте свои плечи. Если они 40, значит делите на 2. У вас тут должно быть 20. Выложили вот от самого края, от сгиба до края плеча, да? У вас тут должно быть 20 с половиной, ну, с припусками на шоу. У вас будет 40 плечей. Скорее всего, у вас там стандартно 41, плечи 42. Таким же образом делите на 2. 21 с припуском. 21 с половиной. И смотрите ваши мерки. Вот у нас, получается, уже верхняя точка известна. Плечо мы отложили. Сразу на 1-2 см опустили. Вот примерно так 1-2 см. А потом уже по примерке себе поймете, на сколько сантиметров вам надо спускать плечо. Потому что все индивидуально. Зависит это и от осанки, и от груди, размера груди. И там много всяких моментов бывает. Можем сразу горловину отложить вниз. Углубить горловину, насколько там нам надо. Я где-то углублю, где-то 10 см вниз. Вот отсюда, от края до сюда. Где-то 10 см вниз отложу. И вот так сведу. И где-то тут будет, ну, это я минимально выкладываю, 15 см. Вот от самой верхней точки плеча до сюда. Если вот так положить сантиметр, дубой, то где-то будет 15 см. Это минимально. Чтобы вас не душило это, да? Не маловатое было. А там уже пляшите. От этой верхней точки, например, можете отложить себе, например, треугольный вырез. Вот здесь где-то будет там 16-18 см. Смотря на сколько сможете вы себе открыть грудь. Там уже берите от самой высокой точки плеча, прикладывайте сантиметр, смотрите, докуда вы можете себя углубить. Опять же, не торопитесь. Выкладывайте поменьше сначала. Лучше потом на примерке углубите. А также сложите изделие. Полочку пополам сложите. Ровненько все скольте иголочками. Себе аккуратненько углубите на тот сантиметр, сколько вам надо. Дальше. От верхней точки плеча. От плеча до талии. Например, там где-то это стандартно 40-42-43 см. Стандартно идет, да? У меня там 41. Например, отложила. Я так просто пунктирую на себе. Там примерно пометочку сделаю молочком. Это у меня будет талия. Высота груди. 26 сантиметров 27. У вас там, смотрите, от самой верхней точки плеча до середины груди, до соска. Это у нас меряется. И получается где-то 26-27 см. У вас там может быть 28, может быть и 30. Смотря на то, чем больше грудь, тем больше мерочка будет. Вот тут у меня 27 я, например, отложила. Вот отсюда, от верхней точки до высоты груди я 27 отложила. Объем груди. На этой точке мы откладываем объем груди. Например, у нас там объем груди 90. Пополам 45. Еще напополам. Ну, то есть я округляю. Там на припуски делаю. Там у меня будет где-то 24. Плюс там припуски. Ну, обычно я себе там 24 см откладываю от сгиба. Откладываю сюда 24 см. У меня объем груди будет. От него поднимаемся 3 см вверх. 3 см вверх. Поднялись. Это будет точка, где вы будете соединять пройму. Видите, у нас теперь есть точка плеча. Где заканчивается плечо. И точка над грудью. У нас есть точка подмышкой. Нам надо вот нарисовать пройму. Как нам ее сделать? Мы берем мерочку. От плеча отступаем где-то 15 см примерно вниз. Вот, от верхней точки плеча 15 см вниз. Мы откладываем мерку. Шва рукава до шва рукава. То есть вот у вас грудь, а над грудью выше 10 см над грудью. Вы себе померили от шва рукава до шва рукава. Обычно это 30-33 см. У меня это обычно 32 см. Я делю на 2. Это получается 15 плюс 1, 16, 17. Я где-то 17 себе здесь откладываю. Вот отсюда. Вот отсюда. Спустившись 15 см ниже от плеча. Я откладываю 17 см. И я вот так вот делаю пометочку. Вот она. И мне получается 3 точки. Видите? И я начинаю, так чтобы не закрывать эрзор, аккуратненько, плавненько сводить эти точки. Углубляю. Потому что это передняя полочка. Тут будет углубление. Чтобы у нас не допорщилось ничего. Вот так углубили. И свели эти 3 точечки. Следующие. Вот у нас талия. Сколько у нас там талия? Например, там 70 см. Свободное облегание. И тут все 20 см. Я там потом подкраю. Я 20 см отложила, да? И вот так. Сделала пометочку. Вот здесь у меня будет. Это точно мне будет достаточно. А там подкраю. И могу уже соединять. Где грудь и талия. Плавненькая линия. Никаких острых углов у нас не должно быть. Где будет острое, это все будет связаться. Плавненько линии свели. Еще там 20 см вниз от линии талии. Сантиметров 15. Где-то сантиметров от линии талии. Где-то сантиметров 17-18. Где у вас там самая широкая часть бедер, да? Вы спустились и отложили здесь мерочку бедра. Там, например, у меня там 24. Например, там 24. Мне точно будет достаточно. Отложила. И свожу вот эти линии. Вот так платье по фигуре. Но свободное облегание. Не впритык. Если у нас талия тонкая. Или мы ее хотим сделать тоньше, да? То есть, чтобы у нас тут не болталась ткань на боках. Свободное облегание. А мы хотим прям приталенное. То мы делаем выточку. Как сделать выточку? Мы уже переднюю полочку начертили. Правильно? Нам только, если делать рельефы или выточки приталенные. Сейчас еще дополним. Берем мерку высота груди. Вот где у меня 27 см. Здесь мы откладываем расстояние между грудью. Как померить? От соска до соска. Обычно 17-16-18. Вот эта мерочка. Приложили уже. Как ее снимать? Ее в бюстгалтере надо снимать. Вот мы же вы платье будете одевать в бюстгалтере, да? То себе померили. Там где-то получается 17-18 см. 16. Не знаю, у кого как. Делим на 2. Я обычно себе откладываю 8 см. Где-то тут. 8 см будет. Вот здесь откладываю. Обычно себе. Так? Это у меня расстояние между грудью. Тут же на талии тоже самое откладываем. Эти 8 см. И везде, везде, по всему платью можно отложить эти 8-9 см. Обычно это. Вот так вот откладываем. Если по всему платью, и если его весь разрезать, вот так, это будет рельеф. Рельефный шов. Здесь можно делать всякие интересные моменты. Но это уже дополнение. Это уже не основа. Это уже как бы, да, уже начинается такое первое, так сказать, начальное осложнение. Простой выкройки. У нас рельефный шов идет. Здесь может быть разрезик делается в нем, да. Можно сделать уже в этом рельефном шве. Здесь можно тогда уже сделать вытачку. Вот у нас талия 41 см 42 туда талия. Вот от высокой точки до талии 42 см. Например, вот она, наша талия. Здесь на этой точке 8 см. Вот мы отложили на этой точке. Мы можем сделать вытачку. Просто берем плавненько. Плавные линии рисуем. Мы отступили от этой точки сантиметр-полтора. И здесь сантиметр-полтора. Но смотря на сколько у вас глубокая вытачка будет, да. Можете пока начать там полсантиметра выбрать. Сантиметр. То есть насколько глубокая вам вытачка нужна. Насколько сильно вам приталенность нужна. Я бы себе выбрала. У меня не сильно выражена талия. Один сантиметр. То есть от этой точки один сантиметр влево, один и один сантиметр вправо. То есть выберется два сантиметра. То есть немало. И тут у меня получится. Вот я себе откладываю 20, а мне надо как раз 18. Вот они мои 18. Два сантиметра тут уйдут. Вот они мои 17-18 сантиметров талии. И получится. И у меня получается приталенная талия прям по фигуре будет. Почему не можно без вытачки? Потому что если вы без вытачки здесь выложите, например, вот у вас плечо здесь, а талия аж здесь, да, 17. Вот у вас бедра 90, грудь 90, а талия у вас прям 60, там, 62 сантиметра тонкая. Вы просто вот так вот не вырежете себе платье. Видите, какой будет острый, как сказать, перепад сильно большой. Это у вас не ляжет платье, не получится у вас, боковой шов будет отвратительный. То есть тут надо его как можно больше сгладить, да, мы его как можно больше. Да, тут можно выбрать. Мы выбираем, как вот здесь, видите, мы выбрали плавную дугу. Выбрали плавненько-плавненько, только то, что плавненько получается. А все остальное добираем вытачками, рельефными швами, вот такими вот, защипами. И есть разные, так сказать, способы это сделать. Вот и тут у нас сгиб, не забываем. Это у меня-то листочек расходится, но это у нас вот тут вот как бы сгиб. Потом мы развернем, и у нас получается полочка. Если у вас рельефный швы, значит, разрезаете, делаете тут разрезки, делаете вытачки, защипы, что тут будет по модели. А так основное, как выложить вот эту горловину, как плечо, как пройму, все показала. Как бы в этом ничего сложного нет. Для этого не нужно выкройку положить, какую-то бумажную выкройку на ткань, и там что-то обводить. Это трафарет для вашей фигуры, для любой фигуры не годится. Это же не манекен стандартный, который всегда одинаковый и ровненький. Люди все разные, где-то выше, где-то ниже, где-то шире, где-то уже. А вы свою фигуру, если вы себе шьете, хотите себе платье шить, то изучили свою фигуру. У вас там выше, там ниже, там надо поднять, там надо опустить, тут у меня надо выбирать, тут надо плавненько. То есть себе подстроились и себе крыть и любое изделие. Спинку, как мы делаем, у меня там, я буду сейчас показывать платье, где я талию не отрезала, но я отрезала под грудью. У меня под грудью, вот здесь у меня отрезано. Я сделала выступ себе 10 сантиметров почти, вот так сделала выступ, чтобы потом себе вот здесь вот, просто вот за счет этого выступа собрать объем груди. Вот здесь уже вот этот уголочек у меня присоберется. Это я уже, уже свои какие-то задумы воплощала в жизнь. Как мне надо, так и делала. А вот так можно, а вот так не можно, а вот нас учили вот так, вот, пожалуйста, термины умные, термины учите. Кому как нравится. То есть термины я знаю, а толку мне вам их рассказывать, как вы, я показываю людям, которые не умеют шить вообще, ничего не знают. У них есть какой-то тканюшка, да, там от мамы, там досталась от бабушки. Они хотят что-то попробовать, сшить, они боятся раскроить. А я вам говорю, не бойтесь раскроить. Свои мерочки выложили, нарисовали. Ткань попроще, сначала попроще какую-то там, которую не жалко, взяли, попробовали. Испортите одну, вторую, третью, на пятую у вас уже начнет получаться, но потом на шестую еще больше получаться, и все больше и больше будет получаться. Может, да, у меня даже там на каком-то там 151-м платье бывали провалы, но там уже с опытом можно, конечно, уже, да, ошиблась, испортила. Можно уже с опытом решить эти проблемы путем перекройки, передумать, переделать и как бы решить эти проблемы. Вот тут у нас кромка. В этом платье я срезала кромку, то есть я ее срезала, чтобы тут ровненько все было. Вот если ровная хорошая кромочка, можно не срезать, но уйдет в шов. Я перекладываю эту выкройку сюда и по ней точно так же обвожу, только будет отличие в чем. Не такая углубленная вот тут вот пройма. На спинке будет уже, вот здесь не такая углубленная пройма, вот так вот будет на спинке более аппокатая. Не такая углубленная, как впереди, а такая аппокатая. И плечо не срезается, оно остается не срезанным, более высокое. Получается, что на спинке у вас выше плечо, а на передней полочке ниже. Опущена на 2 см, или на 1, или на 2, или на 3, смотря какая у вас фигура. Но смотрите, вы на своей уже фигуре, на примерке будете понимать, где вам что убирать. Я, получается, что примеряю платье, я еще срезаю тут на спинке сантиметр. То есть у меня тут буквально 1 см остается разница между ними. Мне оно лишнее на спинке обычно. Я срезаю. То есть у меня тоже, получается, опускается на 1 см плечо на спинке. Так, ну это уж так своим, как сказать, опытом делюсь, своими мерками. А там уже свои, смотрите. Я основу только показываю. То же самое, только я делала тут еще на спинке. У меня тут молния будет, да? Я припуск сделала. Припуск 1 см, чтобы вшить молнию. Вот, например, да? Припуск 1 см оставила. Также вырезаю по переду вот горловина. Кстати, горловина, да, горловина вот идет 2 см углубляя. Не 10, как здесь, а 2 см углубляя. Обычно 2 см. Вот это вот я неправильно рисовала уже порчу. 2 см углубили. Сделали здесь тоже 8 см. Одинаково. Поэтому платье, когда приложили, сейчас увидите видео, как я это делала, тоже приложили, обвели. Только главное не забыть и не вырезать такую же глубокую, как на передней полочке, горловину. Здесь только 2 см углубляется. Плечо у меня буквально на полсантиметра, а сантиметр убирается. Ну, то есть опускается ниже. Идет. Все то же самое. Все то же самое. Так, и более покатый. Не такой углубленный. Там у нас на передней полочке вот такой вот углубленный. А тут более покатый. Вот так вот, как я здесь показала. Вот у нашей углубленный. Вы просто сделайте вот так. На спинке не будете углублять так сильно. Если у меня грудь там 40... Пополам тут у меня 48. Я там 24 тут откладывала, да? То тут будет там 20... 22. Тут поуже будет. Убирается лишнее чуть-чуть. Тут идет спинка. Смотрите. Тут можно на талии, вот она, самая тонкая часть, да? 20 сантиметров. Тут еще выбирается вот здесь вытачка. То есть углубляется еще с этой стороны. То есть вы здесь убрали, да? Углубили. Насколько это было плавненько получалось. И здесь насколько очень плавненько. То есть очень без всяких острых углов. Очень плавненько. Как можно ровнее делаете линию. Понимаете? То есть чтобы... Но тут у вас уже 2 сантиметра выберется. Запросто. И линия будет плавная, без всяких резких... Вот она вот такая будет у вас спинка. Тут у меня где-то будет 22-23 сантиметра. Но потом подкраиваю. Я говорю, я потом это все вырезаю. Сметываю. На себя одела, прикинула. Ага. Тут мне надо вот еще больше там подобрать. Тут вот что-то... Тут что-то торчит какой-то уголочек. Тут еще сгладила там, да? Срезала. Подрезала. Без рукавов сейчас объясняю. Без рукавов. Если есть рукав в платье, то, например, вот тут вот сгиб. Вот тут вот сгиб. От себе ткани, чтобы здесь было у меня... Ну, 18 сантиметров мне хватит. У меня объем руки 29, если прям по руке приложить. Самая широкая часть, да? Положили 29 сантиметров. У вас там будет, например, 30 сантиметров. Значит, тут должно быть пятна. Ну, понятно, что ткань и все такое, чтобы она у вас там не врезалась там в руку. Не прям... Чтобы руки было комфортно, мы даем припуск. Я себе краю сантиметров 16-17. То есть даю припуск. Сами там определитесь, сколько вам там надо сантиметров. Вот отложили себе ширину. Это самая широкая часть руки. Там широкая часть руки, да? От нее пляшем вниз, сужаем или там раскрешаем. Ну, что там у вас там с рукавом? Например, стандартно сужаем. Здесь у меня будет манжета, например. Сузили. Здесь вот буквально 20 сантиметров. То есть тут вот где-то 11-12 сантиметров внизу будет. А тут у меня 17-16. Вот я вот рисую немножечко. Округлая головка рукава. И вот так свожу. Вот у меня рукавчик. Его вот так нарисовали. И потом, когда у вас будет соединена передняя плачка со спинкой, соединена этот рукав, приложите. И если он там длинноват, значит, там подкроите, там сделайте. То есть широковат сделайте, там поуже обрежете. Или там где-то здесь еще подрежете. То есть подкорректируйте его, чтобы он сел в эту пройму ровненько. Чтобы не тянуть, не вытягивать, чтобы не присобиралось. Чтобы ровно оно легло красивенько, не борело нигде и не собиралось. Вот так вот краю без выкроек. Будут, конечно, там меня ругать. Что я творю, как я никого не уважаю и не люблю. Всех уважаю и люблю. Если я кому-то вот помогла объяснить, и это кому-то поможет, я буду счастлива. А все, которые там несчастные по какой-то причине и сильно ругаются, ну, счастья вам побольше и радости, чтобы вы не ругались. Всем спасибо за внимание. Всех целую и обнимаю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok